Всем привет! Вы находитесь на канале Танюша Груша. Меня зовут Таня, я из города Нюнберг, Германия. В этом ролике я хочу похвастаться, показать свои покупки, которые совершились в течение трех месяцев, январь, февраль и март. Их было достаточно много, судя по тому, что я смогла собрать все вместе после переезда и разбора различных коробок, которые в принципе еще не совсем разобраны, мне предстоит еще эта работа. Но в связи с сроком беременности, 8 месяцев, конечно, подвижность уже не та. Нагибаться, разгибаться уже сложнее и в принципе не стоит этого делать. Но я как могу так это все рассортироваю. Конечно же, это происходит достаточно медленно. Но если медленно, то тщательно. Хотя у меня всегда появляются такие сомнения при разборе, найду ли я все, что я рассортировала снова. Ну ладно, я начну с того, что я приобрела в марте месяце вот такие вот держатели для вышивки. Буду показывать именно то, что у меня просто под рукой лежит. Я поочередность никак не соблюдаю. Вот поэтому уж как получится. Вот такой вот держатель. Он достаточно огромен. Тут имитация идет такими бусинками винограда, листья виноградные идут. Я это покупала в ebay и это была не совсем удачная покупка. Дело в том, что не все держатели такого рода пришли мне в сохранности. Один держатель я пока что вам показывать не хочу, потому что там, ну, хотя, в принципе, давайте покажу, что уж там скрывать. То есть в ebay и покупки получаются не всегда удачные. Вот он у меня такой. И как вы можете видеть, что у этого держателя просто все вот эти вот цветочки, которые должны были быть красивыми, они некрасивые. Вот, ну и держатель тут вот такой вот, то есть не так идет, как, ну, висячий, да, а тут вот таким вот образом. Не знаю, куда я его буду еще девать, но посмотрим. Может быть, что-нибудь придумаю. Вот, то есть из всего этого пакета вот это был самый страшный держатель, который я приобрела. Пусть даже он и стоил там где-то 5 евро, но все-таки была немножко разочарована. Я постараюсь снимать видео так, чтобы мне не пришлось монтировать лишний раз, потому что сейчас у меня идет перестановка техническая. Я купила себе новый ноутбук, думаю, такую покупку решила сделать перед рождением ребенка, потому что инвестиции как бы уже идут в это русло. В общем, вот такой вот получается держатель. Красивые, в принципе, бусинки, сам виноградик. Вот, немножко тут, конечно, так сделано с изолентой. Вот, ну, по крайней мере, все по цвету и как бы не так все это страшное выглядит. Вот так вот буду вам показывать. Если вы слышите какой-то звук, то это у нас, я живу на втором этаже, сам дом трехэтажный. И на первом этаже у нас имеется сад, вернее, ну, имеется сад, возле дома небольшой. Вот, и там есть пруд с карпами и идет такая как бы вентиляция воды, что ли. Поэтому так успокаивающе для меня булькает. Вот такой вот держатель. Здесь, так, прицепилась. Здесь держатель, вот у меня их таких два. Они одинаковые. Почему получились такие одинаковые? Но, в принципе, они были задекорированы лимончиками, двумя лимончиками. То есть, вот здесь вот где-нибудь лимончик должен был быть, вот здесь вот. И яблочками. Вот. А другой должен был быть яблочками быть. Ну, скорее всего, вот так вот, да. Но дело в том, что они все пришли такие помятые. Вот. Не совсем в хорошем состоянии. Я не знаю, что я буду делать. Может быть, буду покупать какие-то другие декоративные яблочки и лимончики. Вот. Но с этими фруктами вот эти вот держатели смотрелись намного лучше. И я просто подумала, что на лестничной площадке или, может быть, в кухню с вышивкой можно как-то это все задекорировать. Вот. Ну, так вот были у меня держатели. Это не все держатели, которые я приобрела со временем. Будут еще. Я просто их сейчас не могу так заранее найти. Вот. Ну, я много держателей купила. Не знаю, почему. Ну, так вот приобрелось. Так. Дальше покажу, что то, что у меня здесь лежит. Это беломерка. Была встреча вышивальщиц 23 марта в городе Нюнберг. Собираемся мы там уже в количестве 10-12 человек в среднем. Вот. И девушка одна сказала, что ей такая беломерка не нужна. Виктория. И она сказала, что если кто-то хочет, может купить. Я пока что ей денежки не отдала. Но там где-то около 3-4 евро за этот кусочек. Она сказала, что это, в принципе, мелочи. Но все равно. Если я человеку должна, то это как бы должна. Я очень хотела эту беломерку именно со снежинками. Но как, да, в группе, в ватсапе она сказала, кому девочки. Так быстренько мне, мне. А в группе достаточно, в этом чате, достаточно девочек, которые любят покупать. Можно за ними не успеть. Вот. Но я потом у Вики спросила, если у нее еще такой кусочек. И она мне дружелюбно предоставила. Очень красивая. Я не знаю, что я буду на ней вышивать. Хотела для начала одну авторскую схему вышить. Но я уже приобрела в фабрике Цвайгар другую равномерку. О ней я расскажу, когда начну этот процесс. Это будет в ближайшее время. Но теперь у меня со снежинками тоже имеется. Я думаю, что я найду приспособление этой красивой равномерки. Так же мне Олеся, вышивка ее, канал называется, предоставила мне вот такой подарок в посылочке. Я получала, да, эти месяцы посылочки от девочек. Буду рассказывать вам в разнобой. Я не смогла собрать опять все их неполноценные посылки. Вот, но она мне предоставила тоже такую беломерку, которая такрашенная в ручной краске. Вот на камере она выглядит голубоватая, но здесь бирюзовые такие вот идут на синим-голубом фоне. Очень красивые вот эти вот точечки. И эта краска, я не знаю, когда, если я буду вышивать, я так понимаю, все равно придется прокалывать, как вы видите, да. Здесь вот краска, она в принципе заходит в дырочки вот этой равномерки. И я так понимаю, что если я буду прокалывать и протягивать ниточку, то она будет расколупываться. Но эта краска не просто белая, это перламутровая, поблескивает. Вот, и вообще эта беломерка, она блестит еще таким сероватеньким, да. Так, мне надо фокус поправлять, не забывать. Вот такой кусочек. Тоже я уже знаю, на какой, простите, на какой авторскую схему она пойдет. Мне нужно просто еще просчитать размеры. Если размер подойдет, то будет замечательно. Так, на мой маникюр не обращайте внимания. Вот, я люблю делать в Германии у русских мастеров, у русских девочек маникюры. Я вот нашла, завтра поеду в четверг, да, у меня сегодня среда, третье число. Вот, завтра поеду, буду знакомиться с одним мастером. Вот, можно было бы видео и завтра снять, но завтра у меня еще у врача термин, назначена встреча. Поэтому я думаю, что будет тяжело потом, уставшая буду слишком, чтобы снимать какие-либо видео. Поэтому снимаю сейчас. И не обращайте внимания на мои руки, маникюры, это все исправится. Вот. Этот наборчик я тоже получила в подарок от своей подружки Ксюши. Ксюша Цест Соул. Если я правильно назвала ее канал, ссылочки будут в описании. Мне нравится ее видео. Мне нравится, как она подходит творчески к своей вышивке. Она красит канву, оформляет достаточно смело свои вышивки. И на самом деле у нее на канале не как у меня, а вышитая работа и оформленная сразу идет. У меня приторможенное сейчас видео. У меня нет ни вышитых, ни оформленных. Хотя все лежит в сторонке и ждет, когда я сниму видео. Ну, надо поторопиться. Вот я уже, в принципе, убрала эту хобби комнату. И можно здесь как-то приноровиться, уже пристроиться снимать видео. Но сейчас это видео о моих подарках и покупках. И вот такой вот небольшой наборчик мне предоставила моя подружка Ксюша. Хочу его вышить в ближайшее время. Он достаточно маленький, всего лишь 5 на 16 сантиметров. Дерево счастья. Правда, не совсем понимаю, почему такое дерево как будто воздушный шар. Но здесь имеются элементы в виде деревянных двух птичек. Не знаю, буду ли я красить. Вот такие вот сочные ниточки. Кое-где сочные, да, и такие пастельные. Вот, буду тоже оформлять ее в... Очень хочется мне, в принципе, такую рубку купить и оформить точно так же. Но мне хочется еще здесь пустить кружево. Вот. И хочу это сделать в виде баннера. У меня даже есть для этого держатель. Так, вернулась. У меня для этой вышивки, так как он всего лишь 5 сантиметров, я купила вот такой вот держатель. И мне хочется... Это держатель 11 сантиметров. И мне безумно хочется просто оформить именно эту вышивку в такой вот держатель. Скорее всего, эта вышивка окажется в детской комнате будущей, которую мы стараемся обустроить. И стараемся обустроить вовремя. В общем, вот такая вот затея. Я думаю, что покажу вам тоже в ближайших видео именно этот наборчик, организацию, вышивку. Готовы, наверное, работу уже. Вот. Посмотрим, как все это будет протекать. Потом мне Ксюша подарила вот такой вот магнитик. Груша расписная. Очень символически. Я люблю, когда так уделяют мне внимание. Вот. Поэтому она останется у меня в этом видео. Здесь лежать красивая. Вот. Я давно хотела себе такую шпульку, но метр. Вот. В интернете заказывать с пересылкой, оно бы мне стоило около 10 евро. А тут как-то я зашла в один такой дешевый магазин. Там продается все. И мебель, и гардины, и занавески, и полотенца, и вязание. В общем, все-все-все, что можно продавать. Вот. Я там оказалась вот эта вот шпулька от Prim. Вот. И я подумала, что лучше сейчас куплю, потому что все равно мне хочется или с доставкой покупать, или по нормальной цене ее купить. Я пока что не распаковывала, потому что у меня еще есть одна шпулька такая. Метр. Но она ломается. Посмотрим, как Prim выдержит мои. Я всегда в сумке держу эти шпульки. Вот. Мой долгожданный набор. Купила я в ebay. Почему он долгожданный? Потому что, когда я узнала, что я беременна, это было в сентябре месяце, в октябре обнаружила я этот наборчик в ebay. Он продавался достаточно дорого. Вот. Вместе с доставкой, если считать, из Америки. Я была там такая опция предложить продавцу свою цену. Я ему предложила где-то в 10 долларов. Он отказался. Вот. Потом ставка эта ушла. То есть наборчик никто не купил. И ему нужно было снова потом вставить в продажу этот наборчик. Это было где-то в декабре месяце. И он продавал уже тогда за 9 долларов. Вот. Ну, я тогда уже подождала еще пару недель. Потом подумала... Я знаю, что у меня есть метрики. Dimensions. Это, кстати, Sunset набор. Но я подумала, что я не могу отстать от этого сюжета. Он мне очень нравится. И я решила его приобрести. Он на пластиковый конве с такими вот зефирными карамельными ниточками. Вот. И вы знаете, я очень рада, что я его приобрела. Буду делать все-таки этот наборчик, эту вышивку метрикой моей дочки. Которая скоро появится. Поэтому, как вы понимаете, я должна начинать его вышивать. Не обязательно, конечно же, эту метрику в срок вышить. Но все-таки хочется, чтобы в ее комнате висела эта такая радужная метрика. Оформлять я буду по-своему. То есть, по принципу этой обложки. Хочу вышить на пластиковый конве всю эту вышивку. И оформить в подрамник. Натянуть ткань. Вот. Пока что не знаю, какую. Я там кое-что купила на Алиэкспресс. Небольшие отрезы ткани. Посмотрим, какая больше подойдет. В общем, натянуть на подрамник ткани. И просто или приклеить, или пришить вот эту вышивку на ткань. Ну, скорее всего, пришить. Чтобы она была действительно твердо на ткани. Висела, да. И, скорее всего, в раму я буду оформлять. Чтобы не пылилась, не высвечивалась. Вот. Но я рада, что я купила такой набор. Я буду его скоро вышивать. Поэтому покажу вам весь этот наборчик. Что здесь, в принципе, за ключик. Потому что наборчик, насколько я понимаю, достаточно старый. Если здесь еще написано Sunset. Вот какого года, я не могу найти. Вот. Но я так рада, что он мне пришел. Вот. А, да. 1992 года. Простите. Вот же есть. Имеется. Написано. Я больше такой наборчик не видела на ebay. Но если вам понравится мой отшив. Вернее, отшив в моем исполнении. И оформление. То я думаю, что это будет очень сладенький, вкусненький. Такой вот картинка-метрика. Да. Я рада, что я приобрела. Так. Дальше покажу вам, да. Посылочку. Именно от моей подруги Олеся. Олеся меня решила побаловать. Так как она знает, что я люблю волков. То есть я ассоциирую Вовочку и меня с волками. Я люблю вышивать пары волков. И вот она мне подарила вот такой вот набор от Жар-Птицы. У меня нет набора от Жар-Птицы. Вот. И это будет первый набор, который я хочу попробовать из этой серии. Я знаю, что мне еще идет Лисичка. В честь того, что у меня родится дочка Василиса. Для меня она цветочек Василечек. А для моего Вовочки, супруга, это Лиса-Лисичка. Будет. Вот. Я хочу вышить этот набор. И, в принципе, точно так же все сделать. Да, но оформление немножечко как бы по-другому сделать. Ну, добавить. Вот. Чтобы было не так слишком по-детски. Вот. Но более серьезное с детским элементом, скажем так. Ну, как вы знаете, в этих наборах ничего не видно. Я первый раз как бы буду иметь дело с этим набором. Говорят, что не так уж легко все это вышивается. Ну, я как бы отношусь к любой вышивке с нормальным отношением. То есть, как бы, если будет тяжело, значит, будет тяжело. Будет легко, так это же вообще замечательно. Потом мне был подарен вот этот вот набор, который я очень хотела. Вот. Мне очень нравится то, что здесь как-то такой смысл идет. Кит и маяк. Вот. Маяки мне нравятся не все. Но я покупаю именно те, которые мне лежат на душу. Этот наборчик у меня был в списках в качушках, которые находятся у меня в ВКонтакте. И Олеся приноровилась смотреть на мои хачушки и исполнять мои желания. Я надеюсь, что у нас все это происходит взаимно. И что, как бы, она тоже рада тем наборам. И желанным, и новым, которым я ей отправляю. Вот. Незнакомая для нее. Но, вроде бы, по ее отзывам видео все в порядке. Чему я очень рада. Вот. Тут 16-й каунт. It's Weigart. Вот. Поэтому менять мне, в принципе, ничего не хочется здесь, если я буду вышивать. Единственное, что я хочу попробовать, это покрасить канву в такой голубоватый цвет с какими-нибудь разводами. Вот. Мне хочется попробовать, чтобы не менять просто основу. 16-й каунт я люблю. 16-й, 18-й. Мне очень нравится вышивать. Так. Дальше тоже она мне еще прислала. Она мне в этот раз очень много чего прислала. Побаловала меня. Вот такой вот набор. От Риолис. Мне он очень нравится. По Асакура. Пагода. Вот. Очень такой нежный набор. Здесь имеется бисер. И она мне пообещала, Олесе, что она мне вышлет весь вот этот вот по составу сюжетности. Вот эти еще две картины. Вот. Я очень их хочу. Мне они очень нравятся. Такие нитки просто обалденные. Я сейчас очень люблю вот этот. Ищу такие элементы для спальни моей дочки. Вот мне очень нравится вот этот такой ментоловый, такой бирюзовый цвета, пистации цвета. Ну, просто класс. Вот. Я думаю, что не обязательно, чтобы это было именно в детской комнате. Но если в спальне нашей, то тоже хорошо. Потому что я, в принципе, купила где-то вот такие вот шторы приблизительно для нашей комнаты. Ну, это все в будущем. Это все предстоит мне сделать. Также мне Олеся прислала вот такой вот наборчик. Зингана. Красненький. Будет дополнять те вышившие игрушки, которые я как бы вышивала самостоятельно. Это колокольчик. И типа похож на китайский фонарик. Вот. И тут еще такая вот красненькая ромбиком идет игрушка. Ну, это просто супер. Буду вышивать. Очень хочется. Здесь, в принципе, уже все подготовлено в этом наборе. Да. Тут и все есть. И бисеры, и бусины. И уже вырезанные такие штучки. Конвы. Вот. Поэтому можно быстро все это сделать. Но посмотрим. Я, если говорю, что быстро, то у меня всегда идет какое-то заторможение. Да. Держатели. Нахожу в сумке. Просто, что у меня лежит. Вот такой вот держатель я еще приобрела. По цене действительно такой вот. Здесь 21 сантиметр такой держатель. В принципе, мне он очень нравится. Вот. Я его хочу приспособить под вышивку. Это тот держатель, который мне действительно очень нравится. Я покупала несколько штук. Вот. Купила вот такой вот держатель. От Rico Design. Такой вот Санта Клаус, Дед Мороз. Но это, получается, Святой Николай. Вот, который приносит подарки в Германии. Такой вот держатель. Также был не в упаковке. Побольше. Вот такой вот тоже держатель. Тут точно такой же, да. Просто он побольше. И здесь немножко уже краска отходит. Надо будет как-то исправлять. Вот, реставрировать. Без понятия, как и чем. Но этот побольше. Есть у меня задумка по поводу этих вот держателей. Но это тоже еще не все. Потому что я еще купила держатель такого типа. Только красный. И красненький Дед Мороз. Вот, как вы видите, да. Тоже маленький, но красненький. Мне красненький, конечно, больше нравится. Вот такой вот красивый. И еще я купила звездочки. Ну, звездочки, они золотые. Мне хочется белые звездочки. Я не знаю, попробую отшлифовать и покрасить. Тут, в принципе, видно, что покрашено как бы. Как бы как. Намазали. Ручная работа, считай. Вот, но я хочу покрасить в белый цвет. Так. Дальше что? Дальше я была на фабрике Цвайгард. С девочками встречались. Мы там устраивали встречу вышивальщиц Баден-Вюртемберга. То есть на той земле, где я жила. Сейчас я живу в Баварии. И я, конечно же, не ушла с пустыми руками. Я ушла с наборчиками от Орхидея. Это такие вот новогодние сердечки. Немножко такой пиксельные, да. Но мне понравился этот олень. Вышивается впереди олень. Сзади вот такие вот игрушки. И что здесь имеется? Это имеются такие вот формочки сердечков. На что, в принципе, это вышивкой натягивается. Здесь имеются ленточки, нитки, канва. И у него должно получиться такое изделие. Конечно же, я ушла не с одним наборчиком такого рода. Я купила из этой серии такой вот набор. Санта Клаус. И сзади вышивается подарок. Если честно сказать, я не знаю, буду ли я оформлять именно в пластиковые сердечки. Я сомневаюсь, потому что мне бы хотелось сделать более... Хотя, вы знаете, не буду ничего говорить. Может быть, там такая инструкция будет, что легче оформить их именно в такую вот игрушку, чем в какой-либо пинкип той же формы сердечком. Чего, в принципе, не обязательно. Можно в круг оформить. И вот такой вот снеговик. Повторюсь, это фирма Орхидея. Здесь ниточки DMC. Имеется форма сердечка пластиковая. Не так уж много ниточек. Но сюжетики небольшие. Тут 10 на 10 получается. Вот. Там еще была серия цветов. Такая вот серия. Там были многие различного рода цветочки. По-моему, тоже или 5, или 4 штучки. Я купила одну. Это уйдет в подарок, скорее всего. Вот. Тут просто оно легло. Так. И я купила еще тоже наборчик Орхидея. Вот такой вот. Здесь имеется деревянный домик, нанесенным рисунком или схемой. Такой пейзаж. Ниточки DMC. Достаточно весеннего цвета. Но я купила этот набор не для того, чтобы вышивать именно этот сюжет. Мне нужна была вот эта вот форма. Я хочу просто как модель предоставить этот домик моему Вовочке. Он любит вырезать что-либо из дерева. Он это делает с вдохновением. То есть не тогда, когда я ему скажу. Да. Именно если он находит у себя вдохновение, он идет садиться и режет что-нибудь по дереву. Сейчас, конечно же, у него времени на это нет. Потому что у меня есть желание обустроить нашу квартиру, как мне хочется. Поэтому он старается сделать все, чтобы я себя здесь уютно чувствовала. Потому что в конце концов он будет уходить на работу. И я буду сидеть дома. Вот. Но буду надеяться, что он все-таки все урегулируется и начнет вырезать. И я купила в Цвайгарте вот такую вот. Ну, считайте, что равномерка. Она вышла из производства. Я взяла, по-моему, метр на 160. Забыла, как называется. И, по-моему, я нигде не записала. Сейчас ищу, потому что последний раз я не записала. Вот. Это кальмар. Триколор. И вот такой вот номер. Но эта ткань, она выходит из производства. Здесь мне... Мы просто там все втроем практически купили эту ткань. По-моему, втроем. Да. Нас было четверо. И нам просто сказали, что она вышла из производства. Девочкам всем понравилось. Некоторые на скатерть. Я, может быть, на штору в ванне хочу что-нибудь вышить морское. Вот. Но это нужно смотреть. Если чем сказать, я купила только от того, что девочки купили, и меня начали подстрекать, что и ты возьми. И она вышла из производства. Потом подошел Вовочка и сказал, давай брать. Я хотела взять 50 метров, ну, полметра. Вова сказал, бери метр. Ну, я взяла метр. Вот так вот она выглядит. Так. Что дальше? Надо убирать тут весь этот состав, потому что нужно будет их еще рассортировать по коробочкам. Я хочу вернуться к китайцам. Что значит вернуться, да? Как бы просто показать. Я, значит, заказала такие фетровые наборы в Алиэкспресс. Здесь находится вот такая вот каруселька. Мне она понравилась на картинке, которая предоставилась на Алиэкспресс. Я просто искала фетр для себя, блестящий именно который. Вот. И наткнулась на вот такие вот наборы. Я посмотрела по отзывам магазина, по фотографиям девочек, которые делали, получив этот пакет. Ну, и, в принципе, там все есть. Он такой вырезанный уже, в принципе, вот как вы видите, да? Вырезанные уже, в принципе, детали. Просто нужно их сшить. И получится вот такая вот каруселька. Так, что-то у меня с фокусом здесь. Но я на этом не остановилась. Здесь я купила такой вот мобиль для деток. Я люблю просто такие воздушные шары. На немецком они переводятся, если дословно, в шары с горячим воздухом. Но здесь ратуга есть, облака, вот такие шары. Я, скорее всего, буду добавлять какие-нибудь еще цвета, типа розового, там, желтенького. Вот. Потому что немножко мальчиковатый такой. А там посмотрим. Может быть, живой он достаточно красочно будет смотреть. Так, я купила, вот недавно приобрела два таких вот набора. Это лисички мама-папа. У меня Вовочка носит очки. Я только если ввожу машину. Вот такие вот наборчики. Посмотрите, как здесь все тоже хорошо, аккуратно, сложно. Имеются все материалы. Ниточки в катушках, цепочка. Это, типа, будет как брелки. Вот глазки. Тут все есть именно для этого сбора этих зверушек. Очень интересно. И я купила мальчика-девочку. Тоже лисички. Будет такая семейка. Тоже тут все в наборе имеется. Вот я не распаковывала. Я не знаю, что здесь за фетр. Насколько он здесь мягкий. Но, как видите, все детали просто уже обрубленные. Да, то есть нужно их немножко отколупать, отсоединить и сшивать. Тоже имеются катушечки с нитками. Достаточно интересно. Так, у меня где-то еще были, да, Такой вот воздушный шар. Тоже интересненько. Вот, ко всем наборам идет синтепон. Вот, некоторые наборы присылаются с отдельным синтепоном. Некоторые наборы присылаются Вот, в этом наборе, например, да, Мне пришел Два пакета. То есть вот так вот и пакет с синтепоном. То есть с наполнителем. Вот. Здесь, к сожалению, не видно, что это будет. Ну, может быть, Тут можно как-то разобрать. Здесь будет вот такой вот венок. Вот здесь находится пингвин. Вот. Ой, куда я показываю? Такой вот пингвин будет Из... Вот я не поняла, это или олень. Я не помню просто, девочки. Или олень, или все-таки мишка. Такие составляющие В этом наборе. Вот здесь много чего всякого разного имеется. Будет такой венок. То есть все для этого. Здесь имеются и ниточки, и принадлежности, и бусинки. Но это китайское, как вы понимаете. Да, это не буцилла и ничего такого. Потом В eBay приобрела Я вот такой вот отрез Пелфеста. Precute называется. То есть отрез. Он красивого цвета. Мне нравится. Но у меня, по-моему, подобное что-то имеется. Вот такой вот номер И цвет. Замечательный отрез. Купила я Также Вот такое вот Окошко Деревянное. Тут просто пример того, Как можно ее задекорировать. Это окошко. Вот. Тут чайничек, чашечка, бантики. Вот смотря, что будете вышивать. Вот такое окошко в первостанном виде. От Rico Design. Деревянное. Вот. И так вот выглядит, Если вы будете что-то вышивать и оформлять. Такое вот. Потом купила я на Алиэкспресс такие вот органайзеры на 50 штук. Вернее, на 50 оттенков цвета. Вот. Не скажу, что они были дешевые. Ну, если так смотреть, как Алиэкспресс цены. Да. То есть, я их покупала за 6 или за 7 евро каждая. Просто была скидка. И, по-моему, бесплатная была доставка. Да. Я взяла две штучки. Я, в принципе, с ними не очень-то и дружу. Но я вышиваю масленицу, золотую руно по подбору остатками. Тоже такая отдельная история. У меня развешаны, в принципе, мои ПНК. Вот. Там ассорти идут ниточки. Развешаны на вот эти вот органайзеры. В принципе, мне удобно. Немножко приноровиться еще надо. Ну, и я вышиваю на пяльцах. Поэтому, как бы, не за столом. Поэтому, ну, немножко неудобно. Но я считаю, что для Лука-С наборов они замечательные. Потому что от Лука-С мне не нравится вот эта намотка ниток. Так. Купила я очень много Аиды. Крашеный. Может быть, печатный. Я даже не знаю, как сказать. Вот. Я заказывала из Англии. В основном я покупаю 16-го каунта. Вот здесь вот имеются такие разводы голубоватые. Да, такие вот. Так вот покажу. Такое вот. То есть, именно имеется в середине такая глубина. И потом идут такие разводы. Можно тут какие-то рыбки выше, да, которые по кругу идут. Типа символа инь-янь. Такая вот идет. Красивая такая. Это луна. Вот. Здесь темнее идет фон. Там дальше идет светлее. Ну и луна светит же. Так. Так. Потом с такими вот купила привидениями. Это, скорее всего, пойдет в подарок. И тоже, думаю, в подарок пойдет. Если я ничего не найду. Ну, такая вот Аида. Здесь она с паутинками. Я надеюсь, вам что-то видно. Она такая, очень такая сочная, с разводами сиреневого цвета. Тут еще такой паучок. И со всех сторон это, в принципе, паутинка. Единственное, что мне не очень понравилось, что именно, знаете, такая печать. Идет она красивая. Но при оформлении, в принципе, она спрячется, да. Вот. Ну, может быть. Вот. Потом обычная 16-го каунта такая с разводами. Здесь такой глубины нету, да. То есть пятна темного посредине. Она мне понадобится. Вот такая вот, ну, синяя-сиреневая со звездочками идет. В принципе, эти отрезы небольшие. Вот. Ну, я решила приобрести. Такая вот розово-синяя идет. Вернее, розово-голубая Аида. Это все 16-й каунт. Идет. Я люблю 16-й каунт. Так, видно вам. Вот. Такой вот отрез. Красивый. Вот. Спросите, куда, зачем? Не знаю. Не знаю. Будет все покупаться. Вернее, будет все. Покупаю. Собирается, да. Ну, зато есть. Если придет такое вдохновение. Потом вот это вот я приобрела. Она мне очень нравится. Это Safari. Называется. Вот такой вот зеленый. Идет основа. Идет желтый. И идет потом в оранжевый. Очень красиво. Такой закат Safari. Типа. Тоже 16-го каунта. И вот такие звездочки. Только уже сиреневые. То есть не голубые. Вот. И по ошибке я еще раз заказала 16-го каунта. С такими голубыми разводами. Ничего страшного. Такая основа с голубыми разводами. Мне всегда нужна. Я чаще всего их использую. Дальше. Это еще не все. На фабрике Zweigert я также приобрела еще один держатель. Вот он просто был со скидкой. Вот такой вот держатель. Это можно действительно на кухню что-нибудь вышить. Приспособить его. Вот. Я думаю, что можно с этим справиться. Здесь 31 сантиметр. Для ленты в 20 на 30. Ну. Да. Это от RECO Design. Также держатели. Вот. Что я еще купила. Купила я основы. Вот такого желтого цвета. Это желтый цвет. У вас он показывает какой-то такой. Не желтый. Но это желтый цвет. Вот. Мне хотелось именно желтый цвет. Потому что вижу тут две вышивки. На этой основе. Потом. Со скидкой купила я вот эти вот две основы. Некоторые кусочки я уже отправляла в подарок. Вот. Я просто знаю, что есть такие вышивальщицы. Которые именно такого цвета основы любят. Вышивают на них. Вот. Я пока что, собственно говоря, немного что придумала, что можно вышить. Но в подарок такие основы идут. Очень хорошо. Это, например, Мурана. Вернее, Мурана. Да. Там Лугана идет. Так. Потом я купила такого синего цвета Аиду. Вот. Шестнадцатого каунта. У меня даже тут все подписано должно быть. Не. Восемнадцатого каунта. Называется Fine Aida. Вот. Купила еще такой зеленоватый Белфест. Тоже на вышивку, которая была задумана. Ах, вот моя схема. Это от покупки в магазине Crossville. Схему такую получила в подарок. Я ее искала. В основном. Мне нравится магнитик, который предоставили мне в подарок. Вот. И вот такая основа. Но это не одинаковые. Вот. Очень красивая основа. Возможно, похожа по цвету на это. Нет, это тоже светлее. Но это Белфест. А это вот Мурана, по-моему. Сейчас найду. Мурана Лугана, да. Мурана Лугана. Просто цены были очень хорошие. Я подумала, почему бы и не взять. Вот. На фабрику Swaggart я уже не знаю, куда появлюсь. Может быть, в ноябре этого года. Да. Потом по eBay я получила такую небольшую салфетку. Тоже Белфест. На ней вышивать. Тут просто так красиво края сделаны, обработаны. Вот. Можно на стол вышить что-нибудь по сезону или просто так. Так. И тут у меня есть еще наборчики, которые относятся к зиме. Да. Вот такой вот открыточка. Это вот по ферме Орхидея тоже. Так. Вот такая вот открыточка. Тоже. Дальше. Так. Да. Вот такой вот фонарик. Приобрела. Тоже Swaggart. Это я все там приобретала. Вот. Что у меня еще тут есть? Ах да. С Алиэкспресс получала ножнички. Да. Я люблю такие ножнички. Ножечки такие. У меня есть черные. Я решила приобрести еще розовые. Просто приходила весна. Мне хотелось чего-нибудь такого весеннего. А потом я получила так приятно в коробочке получать ножнички такого цвета. Мне очень понравилось. Я очень люблю что-то такой вот цвет. И получила вот такие ножнички. Тоже очень нравятся. Красивые ножнички. Такой перламутровый, типа золотой цвет. Не знаю, насколько они хорошие. Я имею в виду, краска держится или нет. Без понятия. Так. Купила я также еще такие вот деревянные рамки. Тоже от Ricoh Design. Это я покупала на Фейсбуке. Вместе с деревянными окошками. Вот. Приобрела. Это, в принципе, пример того, что можно с ними сделать. Вот. Я, по-моему, купила три штуки. Если я не ошибаюсь. Да. Три штучки. Три штучки. Я просто хочу из них сделать как бы подвески. Не знаю, там, весенние, летние такого рода. И на лестничную площадку вешать. Так. Получала покупку от Crossville. Заказывала. Купила я вот идиллию. С такими волками. Потому что была скидка на них. В принципе, хорошая доставка. И я решила себе сделать такой подарок. По-моему, я заказывала в конце декабря. Получила в январе месяце. Ну, тут ничего не видно. Шестнадцатый каунт канвы. Буду на ней же и вышивать. Потому что шестнадцатый я люблю. Такие вот волки. Очередный набор с волками. Такой вот маяк. Я, в принципе, в нем ничего такого не вижу. Но именно такая тишь. Такой вот пустоватый сюжет. Мне очень нравится. Здесь нет вот, как у Дима, вот этих вот цветов. Клумбы, вот этой воды, кораблики. Тут все тихо, спокойно. И мне очень нравятся такие маяки. Вот. От Алисы такая схема предоставляется. Замечательная схема. У них значков много. Я имею в виду различных. Нет одинаковых. И от Алисы я ничего не вышивала. И я даже не знаю, есть ли у меня что-то от Алисы. По-моему, есть, да. Там птички есть. Мне было подарено. Так. Вот Ксюше я также получила еще вот такой вот набор. Шкатулка серебро. Вот. Всякие блестяшки. У меня Вовочка увидела этот набор. И сказала, что он может вышить. Потому что он любит блестящее все вот это. Вот у меня сорока хуже, чем я. Как увидел, что все тут блестит. И можно сделать такую коробочку. Магия, магия. Вы что? И он говорит, что хочу сделать. Я говорю, бери. Делай. Никто не запрещает. Потом под Новый год я покупала такой вот набор от Буцилла. Фетровый набор. Мне очень хотелось. Он вышел, правда, мне дорого. Но как бы все же не так дорого, как он стоил до этого. До моей покупки. Что меня останавливало. Здесь будут огоньки. Здесь все имеется. Вот имеются эти огоньки без батареек. Все причиндалы, чтобы вышить все вот это вот. Вернее, сшить. И огонек. Да, красота, конечно. Набор очень пухлый. Очень разнообразный по цветовой гамме. Вот когда все это делать, вы меня спросите. Сделаем. Потом, по чистой случайности, на ebay, тут просто есть ebay большой и ebay маленький, я купила вот этот набор. Если честно сказать, я хотела приобрести этот набор в подарок одной девушке. Его не было, не было, не было. Я тогда предоставила на выбор несколько наборчиков сюжетов по фетровым наборам. Был выбран по вкусу. И я подарила, уже не ожидая этого набора, что когда-нибудь приобрету. Потому что, я так поняла, он вышел из производства. И на ebay он стоит достаточно дорого. Может быть, если кто-то будет покупать на территории Америки, он еще в дешевой, скажем так, ценовой категории. Но если сюда присылать, в Германию, то он уже выходит дорого. А тут в Германии, вот именно, вот вы знаете, по-моему, в январе или в феврале месяце, в начале февраля, по-моему, мне девочки по скайпу сказали, что Таня, вот имеются такие вот наборы. Вот одна девушка, с которой мы общались в группе в скайпе, взяла снеговика. А я взяла эту девочку за 10 евро. Плюс доставка 4,50. В общем, вышло где-то 15 евро. Имеется вот такой вот состав. Классный, конечно. Я не знаю, буду ли я его шить именно там для своей дочки или еще что-нибудь, да, как бы. Но он у меня есть, и я этому рада, мне он нравится. Потом приобретала я набор. Это я уже купила для себя, просто я не выдержала. Мне хотелось сильно этот набор. Мне хочется еще Бестро. Пока что Бестро дорогое. Этот я купила, по-моему, за 28 евро. Вот, это проходит мой лимит 24 евро. Вот, но он дорожает и дорожает. Тут было раз, 28 я взяла для себя этот набор. Gold Dimensions, все его, вы знаете. Уже такой сюжет. Второй сюжет тоже не знакомый. Купила его за 14 евро. В WhatsApp девчонки в группе просто высылают ссылки, если им кажется, что цены на набор достаточно приемлемы. Вот, а тут было 14 евро. Я прикупила, но была доставка. Вот, там на Амазоне специальные есть Prime. Эти клиенты, да, которые, если ты являешься вот этим клубом, таких клиентов, то бесплатной доставкой я не являюсь. И мне нужно было заплатить, по-моему, 3,90 или 3,50 за пересылку. Ну, в общем, где-то получается за 17 евро этот набор приобрела. Мне нравится букет, мне нравится фон, но все остальное мне-то как-то не нравится. Но, возможно, что это станет метрикой не для меня, а в подарок. Именно не набор, а метриком. Так, что еще? Да, держатель у меня еще есть. Да, я много покупала этих железячек. Вот такой вот держатель есть. Можно покрасить в белый цвет. И вот такой вот держатель тоже мне очень нравится. Так, ну, вроде бы я вам все показала, что у меня было куплено. Вот, что у меня есть как пополнение в сакрамах. Много всего. Вот, я не спорю. Что есть, то есть. Но пока есть деньги, пока позволяли финансы, я покупала. Вот, я много также подарков купила, много наборов купила в подарок, которые здесь показывать не буду. Вот, потому что хочется как бы сделать сюрпризы небольшие для девчонок. Вот, также покупала для розыгрышей в фейсбуке в нашей группе вышивальщицы Германии. Вот, заходите в эту группу, если вы проживаете в Германии. Вот, там мы назначаем различные встречи для вышивальщиц в разных городах. Или совместное посещение ярмарок. Бывают у нас розыгрыши, делимся нашими вышивками, продвижениями. В общем, все как положено. Так что, если вы проживаете в Германии, являетесь вышивальщицей, присоединяйтесь. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Вот, я сейчас буду все это убирать, разгребать по местам предназначенным. Для этих покупок и декораций. Вот, спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что мой режим съемки возобновится. И я постараюсь побыть немножко продуктивнее, что касается съемок видео. Потому что есть что показать, есть готовые работы. Хочется показать, как готовы, так и оформленные работы. А также показать то, что я буду вышивать в ближайшее время. Потому что есть у меня планы. Вот, и я думаю, что будет интересно. Так что подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте меня своими комментариями, вниманием. Я этому очень рада. И, как я сказала до этого, обращайтесь со мной на «ты». Я с вами прощаюсь на этой ноте. Желаю вам любви, удачи, красоты. Замечательных, красивых, готовых работ. Которые радуют вас, ваших близких. И, конечно же, по традиции, оставайтесь креативными. Всем пока!